Руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался об освобождении временно оккупированного россиянами полуострова Крым. Когда мы уже в Крыму будем? Скоро. Именно так Буданов ответил украинской журналистке из ТСН, однако точной даты до оккупации полуострова не назвал. Стоит отметить, что Киев решил силой возвращать Крым после того, как Россия рано утром 24 февраля 2022 года существила полномасштабное вторжение на украинскую землю. До полномасштабного вторжения украинская власть хотела дооккупировать полуостров политико-дипломатическим путем. Тем временем эпоха российского диктатора Путина подходит к концу. Лидер РФ покинет власть в течение следующего года. Об этом заявил экс-руководитель МИ-6, руководивший в Лондоне отделом по РФ с 2006 по 2009 год Кристофер Стилл, пишет Sky News. По его словам, источники, которые заслуживают доверия, сообщают, что Путин был болен на протяжении некоторого времени. И это повышает вероятность его внезапной смерти. Стилл считает, что для западных государств худший вариант – это убийство Путина в результате заговора за пределами или внутри России, поскольку после этого может возникнуть фракционное кровопролитие до того, как будет установлен преемник. При таком сценарии одним из претендентов на власть, по мнению Стилла, может стать директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Напомним, у власти РФ Путин находится более 20 лет. Диктатор много раз избирался президентом, но его президентские сроки были обнулены в 2020-м. То есть он снова может участвовать в гонке. Новые выборы президента РФ должны состояться 17 марта 2024-го. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова